Приезжал Хамитов, он все это увидел, посмотрел. Конечно, он очень даже поразился, что он сказал, вас обманули и меня обманули. Все, ваше новоселье отменяется. Да пускай хоть что ставят они там, хоть какую-нибудь иностранную шумоизоляцию. Изначально пускай вот эти фундаменты нам они нормально поставят. Жители Бараков с возмущением показывают уведомление. В официальном письме за подписью заместителя главы администрации Нефтекамска по жизнеобеспечению Забира Габдулина сказано о необходимости немедленного переселения в новые дома. Крайний срок 24 июля, то есть в течение 10 ближайших дней. Нас 8 человек, нас переселяется дома Е11В. Там 2 комнаты, большая прихожая, кухня, все. У меня маме 80 лет, она не сможет подниматься на второй этаж. У меня 2,5 года ребенку, она не сможет туда-сюда ходить. Это невозможно. Мы написали отказ. Обстановка и без того напряженная еще до приезда комиссии мгновенно накалилась, когда в зоне видимости появились ее представители. Поняв все с первого взгляда, члены комиссии поспешили на выполнение своих прямых обязанностей, проигнорировав жителей. Но амзинцев было уже не остановить. Вы сказали, я бульдозером снесу эти дома, если вы не пойдете добровольно. Люди же слышали меня. Не надо. Я никак мог такие слова сказать. Зачем? Я же не одна там была. Тем временем, между делом, застройщик показал комиссии все канализационные люки в округе, не спеша и методично открывая один за другим. Совсем недавно система канализации, говорят жители, дала сбой. А ведь в новом доме, который затопило, жил всего лишь один человек. Вы переживаете, что ваша вода не утечет, а мы сейчас проверим. Она всю воду стоит. Здесь, потому что сантехника... Уважаемые, подождите, мы вот сначала проверим, а потом нажмем унитаз и посмотрим, прибежала вода сюда или нет. Кстати, в составе комиссии, приехавший сегодня принимать два следующих дома, был Изабир Тагирьянович. Именно он с 13 июля назначен ответственным за переселение. И говорит, письма счастья о переселении положено было отправить по закону. Да и в целом застройщик внял изо всех своих сил, насколько позволяет профессионализм, старается исправить недочеты. Сегодня приехала комиссия эксплуатирующая организация по приемке замечаний по наружной канализации этих четырех домов, которые расположены по Садовой. Остальные замечания здесь по этим домам устранены, которые были выявлены и комиссии сданы. Остался последний пункт. Сегодня, если все нормально сдадут, значит, эти четыре дома будут считаться пригодными к проживанию. В дальнейшем администрация заниматься будет уже расселением аварийного жилфонда в эти дома. По остальным четырем домам подрядчик занимается непосредственно сейчас устранением всех замечаний. Жителям барака доходчиво объяснили, те, кто живет в муниципальном жилье, переселяются без вариантов, пусть даже с помощью судебных приставов, то есть фактически насильно. А те жители, у кого жилье в собственности, могут получить компенсацию. Оценщики высчитывают стоимость их аварийного жилья, и администрация выплатит компенсацию в денежном эквиваленте. Но это сущие копейки. Обе стороны сейчас категорически не согласны с претензиями друг друга и собираются искать правду в суде. Лилия Гарифульна, Денис Кузнецов. Время новостей.